Мы помогаем бездомным животным вновь стать домашними. И делаем это вместе с известными людьми. Андрей Гнёд – модный и очень успешный режиссёр. Его работы знают за пределами страны, а мы его знаем как очень неравнодушного человека. Его два кота и собака когда-то были бродягами, а сейчас живут вместе с ним. Зовут это маленькое чудо Тяпа. Она появилась у нас 4 года назад. Появление её было довольно трагическим. За городом, на хуторе, где у меня есть небольшой домик, сосед увидел собачку, которая бегает с привязанной верёвкой на шее и таскает за собой мешок. Её подкинули под ворота в мешке и уехали. Она каким-то образом чудесно выбралась из этого мешка и дала о себе знать. Мы тут же приехали, стали её кормить, ухаживать. Она вся была в клещах. Выглядела довольно печально, но при этом была очень весёлой и очень общительной. Оказалась совершенно потрясающая собака. У меня никогда до этого не было собак. Она оказалась очень дисциплинированной. Она оказалась очень умной. При том, что, очевидно, никто с ней никогда не занимался. И к кинологу мы тоже не ходили. И несмотря на то, что с ней так плохо поступили люди, она не потеряла веру в людей, она не потеряла любовь к людям. Для меня это полноценный член семьи. И я вам честно скажу, я никогда не думал, что собака может приносить такую радость. Что собака может быть в такой тесной связке с человеком, в ментальной связке, в эмоциональной связке. Если мы, люди, считаем себя высшим звеном в развитии на этой планете, хотя это очень спорное утверждение, и люди, к сожалению, во многом показывают, что это не так, но всё же мы должны быть милосердны. Мы должны помогать. И мы должны помнить о том, что жизнь, неважно, это жизнь животного или жизнь человека, безотносительно, это всё равно живое существо, которое обладает эмоциями, которое умеет страдать, которое умеет любить, которое умеет чувствовать. Они, по большому счёту, сильно от нас не отличаются. Просто другой вид. Просто у неё есть шерсть, у неё есть четыре лапки, у неё есть ушки, и у неё есть какой-то свой язык, которого мы до конца не понимаем. Но чувствует она точно так же. Сейчас будет сюжет про собачку, которой очень нужен дом. И очень нужны родители, и любящая семья. И вот этот брелок – это символ вашего друга, и символ того, что вы спасли жизнь. А это очень важно. Сегодня свой путь домой будет искать молодая собака по кличке Лайма. Умнейшее создание. Лайма умеет думать и принимать решения. Однажды она даже защитила ребёнка, на которого набросилась во время игры другая собака. История Лаймы началась с посёлка Сокол, что под Минском. Оттуда отлов вывез её на фауну города в пункт временного содержания. Хозяин не объявился. Чтобы спасти собаку от усыпления, её забрали волонтёры и пристроили в частный сектор. Увы, неудачно. Здесь надо сказать, у Лаймы в крови охотится на птицу. Рано или поздно, но собака всё равно доберётся до соседских уточек, курочек, индюков. И это надо понимать и учитывать будущему хозяину. Лайма очень умная, знает команды, прекрасная охранница, добрая собака, ласковая. Может быть, второй собакой в семье. Пристраивается в частный дом, подходит и будка, но обязательно свободный выгул по территории. Но самое главное, ей нужен любящий хозяин. Присмотритесь и звоните. Лайма очень ждёт. Редактор субтитров А.Сёмкин